Добрый вечер. Главные новости понедельника, 7 января. В материалах корреспондентов телеканала Хабар в студии работает Айгуль Адилова. Рождество Христово. Глава государства посетил Свято-Успенский кафедральный собор, где еще раз лично поздравил всех православных христиан с праздником Рождества. Нурсултан Азарбаев отметил, что благодаря единству народа Казахстан добился огромных успехов в экономическом и политическом развитии. Постоянно повышается и благосостояние казахстанцев. Что пожелал глава государства православным соотечественникам? В сюжете моей коллеги Назангуль Кумыспаевы. Сегодня жители Казахстана вместе со всем православным миром встречают Рождество Христово. В стране этот день давно уже стал праздничным и отмечается жителями вне зависимости от национальности или вероисповедания. И в этот день глава государства находит время лично поздравить казахстанцев. Сегодня Нурсултан Азарбаев посетил Свято-Успенский кафедральный собор. Президент отметил, что празднование Рождества Христово является ярким примером прочной дружбы и созидания. Уважаемые друзья, я пришел, чтобы вас сердечно поздравить с праздником светлым Рождеством Христовым. Сегодня весь Казахстан, все представители конфессии и этносов отмечают этот праздник, так же, как мы отмечаем, и хурбанат мусульманский. Так у нас повелось. Я поздравляю всех прихожан, всех казахстанцев с этим праздником. С этим праздником связано добро, благополучие, когда прощаются старые обиды, и люди совершают помощь нуждающимся и возносят молитву к Господу. Дружба народов – отличительная черта Казахстана. С первых дней независимости все этносы в стране живут в мире и согласии. И об этом знают не только соседние страны. Как пример миролюбия – шестой съезд лидеров мировых религий. Именно благодаря такому единству мы достигли того, что достигли. Развивалась экономика. По мере возможности мы повышали благосостояние нашего народа. Бог один. Познание, постижение Бога у каждого разное. Но вечные ценности, добра, единства, благополучия, взаимопонимания – всегда они едины для всех. Нас Казахстан таков. Православие имеет большую историю. Впервые оно появилось в Казахстане в 1860-х годах. В Туркестане с тех пор развивается. Все возможности сделаны, так оно будет. Согласие, взаимопонимание, взаимная любовь присутствует в нашей стране и с восхищением на нас все смотрят. Поэтому единственным местом сбора религий традиционных происходит в Казахстане. Шестой съезд прошел в прошлом году. И под единым флагом бороться за мир, благополучие на земле. Благодаря единству и миру Казахстан добивается новых успехов. Это особо подчеркивает глава государства. Президент пожелал всем присутствующим, чтобы их молитвы были услышаны, а добрые пожелания исполнены. Все христиане православные эти дни молились и просили Господа здоровья, благополучия близким, спокойствия в нашей стране, мир, дружбы в нашей стране. Пусть эти молитвы будут услышаны. Я еще раз поздравляю вас. Желаю благополучия всем, здоровья в стране нашей, процветания, благополучия на благо всех казахстанцев. С праздником! Митрополит Александр в свою очередь поблагодарил президента, отметив заслуги главы государства в становлении Казахстана. Хотелось бы взаимно поздравить вас с праздником Божьей любви мира и благоволения Творца к людям с Рождеством Христовым. Вы очень справедливо отметили, что модель развития Казахстана, связанная с мирным сосуществованием традиционных религий и межэтническим согласием, стала величайшим достоянием нашей республики. Это благодаря вам. И наши соседи черпают вдохновение, смотря, как живет наш интенсивно развивающийся Казахстан. В этом ваша огромная человеческая заслуга. В этом зримое проявление любви к людям, которые вместе с вами строят и созидают будущее. Вы всегда подчеркиваете и говорите, говорите о том, что все мы, казахстанцы, вне зависимости от этнического отношения, от межрелигиозных взаимоотношений, это наш общий дом, это родная земля, это родной наш дом. В стране насчитывается более 300 православных церквей. Многие прихожане отметили, пришли помолиться не только за родных, но и за мир и благополучие всего Казахстана. Сегодня хотела бы поздравить всех прихожан с большим таким праздником, Рождеством Христовым. Пожелать всем здоровья, благополучия, терпения, чтобы был мир на земле. Также глава государства ознакомился с экспозицией музея новомучеников и исповедников Духовно-культурного центра православной церкви. Праздничная служба прошла сегодня и в Софийском соборе Алматы. Рождественская литургия собрала в храмах города тысячи прихожан. В Рождество священнослужители молятся о мире и согласии в семьях всех казахстанцев. Всегда мы говорим о том, что в этот день важно помнить о тех, кому трудно, о тех, кому тяжело. И прекрасно будет, если мы этот праздник подарим, в этот праздник создадим праздничное настроение, хорошее настроение еще кому-нибудь. 1 января налоговые льготы получили казахстанцы с низкой заработной платой. Индивидуальный подоходный налог для них снижен в 10 раз. Изменения коснулись 2 миллионов человек, чей доход не превышает 25 минимальных расчетных показателей, то есть 63 125 тенге. Данной категории работников за счет высвободившихся средств гарантировано повышение заработной платы. В итоге реальные доходы граждан в этом году увеличатся на 29 миллиардов тенге. В Казахстане 2019 год объявлен Годом молодежи. В истории страны это первый подобный проект. Официальный старт Года молодежи запланирован на конец января, после того, как правительство утвердит соответствующую дорожную карту. В Казахстане в категорию молодежь входят почти 4 миллиона человек в возрасте от 14 до 29 лет. В рамках Года молодежи планируется охватить все молодежные группы, от школьников до молодых семей. Дорожная карта рассчитана на поддержку всех категорий молодежи. Это получается от 14 до 29 лет, это охват, это старшие классы школьники, студенты, конечно же, колледжи, вузов, рабочая молодежь, безработная молодежь. Ну и, конечно же, это молодежь из категории NEED, то есть которая не учится, не работает и не пощает каких-то тренингов. Основная задача, конечно, сократить это количество до минимума, насколько это будет возможно, и основные все проекты будут рассчитаны как раз в целях социализации нашей молодежи и набрать ее потенциал на развитие страны. Изучив потребности и наболевшие вопросы молодых людей, предложения и рекомендации региональных акиматов и молодежных НПО, разработчики дорожной карты по проведению Года молодежи вывели 5 ключевых направлений, в рамках которых и будет оказываться поддержка адресатам масштабного проекта. Это получение качественного и доступного образования, решение проблем системного трудоустройства, жилищный вопрос, развитие семейного института и семейных ценностей и привлечение молодого поколения к здоровому образу жизни. Качественное исполнение данной дорожной карты позволит нам, безусловно, придать новый импульс реализации государственной молодежной политики, будет в течение года происходить имплементация молодежных индикаторов во все действующие государственные программы, правительственные программы. В областях уже активно запускают различные дорожные карты регионального значения по самым актуальным вопросам, волнующим молодежь. К примеру, в Алматинской области должна заработать региональная жилищная программа ЖТСО ЖАСТАРЭ. Она будет реализовываться в рамках ипотечной программы 7-20-25. Молодым людям, не имеющим возможности произвести первоначальный взнос, будет оказываться финансовая поддержка в виде специальных субсидий. Кроме того, помощь планируют оказать и желающим открыть свой бизнес посредством выдачи грантов. Все эти новшества мы будем внедрять совместно с местными исполнительными органами, пока они находятся в разработке. Но так или иначе, реализация этих инициатив начнется в этом году. С нетерпением старта года молодежи ждет и 25-летний Асалжан Буркеталин. Лидер одного из молодежных движений Актюбинской области, объединяющего больше 10 тысяч человек, он уже много лет является и участником волонтерского движения. А Салжаны его и единомышленники успевают многое. И людям помогать в трудную минуту, и заниматься продвижением интересов молодежи региона. В Актюбинской области, в частности, действуют 33 молодежные организации. В этом году будут созданы замечательные возможности для молодого поколения. В стране запустят сотни проектов, направленных на поддержку молодых. Это касается и получения образования, и решения квартирного вопроса. В нашей области субсидирование первоначального взноса по программе 7-20-25 поможет молодым купить свое жилье. Дорожную карту по проведению года молодежи, как сообщили в Министерстве общественного развития, правительство должно одобрить в течение месяца. В нее вошло порядка 100 пунктов, касающихся самых разных сфер молодежной политики. Взяту Якова, Лейла Ауесова и Аян Сарсимбаев. Итоги дня. Казахстанские студенты, обучающиеся в Астраханском институте морского и речного транспорта, намерены работать на родине штурманами. Ежегодно из стен российского ВУЗа выходят сотни высококвалифицированных специалистов. Теперь там начали готовить кадры для прикаспийских стран. Сейчас в ВУЗе обучаются 138 студентов из Казахстана. В Жамбылской области проблему кадрового дефицита помогает решать программа с дипломом в село. Шуйский район за последние несколько лет приехали работать 500 молодых специалистов. С теми, кто решил начать трудовой путь сельской практики, встретились и наши корреспонденты. С начала реализации программы с дипломом в село трудоустроено свыше 30 тысяч выпускников высших и средних учебных заведений страны. Одна из них – Карла Гашнуражиева. Она закончила ВУЗ три года назад и вернулась в родной аул. Сейчас молодой специалист преподает английский язык в сельской школе, а совсем недавно справила новоселье. Вернулась сюда, чтобы повысить знания английского языка среди молодежи. Получила постоянную работу, подъемные средства – 158 тысяч тенге и беспроцентный кредит на покупку дома – 3 миллиона 670 тысяч тенге сроком на 15 лет с ежемесячной выплатой в размере 20 тысяч тенге. Количество участников программы в регионе растет. К примеру, в прошлом году 30 молодых специалистов получили подъемные пособия, еще 49 – бюджетные кредиты для покупки жилья на общую сумму 178 миллионов тенге. Сейчас заявки на бюджетный кредит получены от 98 участников программы. Думаю, что в ближайшее время все они будут одобрены. С 2009 года помощь при обретении жилья оказана 216 молодым специалистам. Еще 426 получили единовременную помощь. В целом, в прошлом году приобрести собственное жилье смогли 260 молодых специалистов региона. На эти цели было потрачено свыше 900 миллионов тенге. До 4000 гектаров планируют увеличить площади интенсивных яблоневых садов в Алматинской области. Ждут садоводы и хорошего урожая яблок. Тогда можно увеличить экспорт казахстанского бренда за рубеж. На земельном участке 80 гектаров выращивают 14 сортов яблок. Капельное орошение, сетки, защищающие от солнца и града. Вспомогательные технологии помогают не только вырастить, но и сохранить урожай. Яблоки и произведенные из них соки пока можно встретить на отечественных прилавках. Но садоводы планируют покорить и зарубежный рынок, в том числе и легендарным алматинским апортом. Совместно с Акиматом города Алматы заключили меморандум о возрождении алматинского апорта. И по этой программе нам выделили три участка. Это Бутаковки, микрорайон Урлитава, Галатава. Там высажено более 30 тысяч сортов апорта. А на этом предприятии установлено оборудование, благодаря которому микроклимат в камерах хранения регулируется автоматически. Это позволяет сохранить свежесть фруктов в течение нескольких лет. В прошлом году площади интенсивных яблоневых садов в Ембекше-Казахском районе, который считается наиболее подходящим для садоводства, довели до полутора тысяч гектаров. На этот год еще одно крупное хозяйство планирует заняться интенсивным яблоневым садоводством. Оно намерено освоить до тысячи гектаров земли. Кроме того, в качестве эксперимента компания собирается выращивать также орехи и фундук. Всего же в Алматинской области площади интенсивных яблоневых садов планируют довести до 4000 гектаров. По прогнозам, при урожайности 52 тонны с гектара сбор яблок в регионе увеличится почти в 4,5 раза. Адильхан Сахарик, Унаш Тургенбаев, итоги дня, Алматинская область. С января 2019 года в Казахстане вводится запрет на захоронение стекла, пластмассы и бумаги. Еще через два года на полигоны нельзя будет вывозить строительные и пищевые отходы. Новые требования позволят увеличить объемы переработки твердых бытовых отходов, уверены в Министерстве энергетики. Уже через 10 лет доля переработки ТБО должна достигнуть 40%. Сегодня этот показатель едва достигает 10%. Готовы ли мусороперерабатывающие предприятия страны глобальной утилизации? В материале нашего корреспондента Лауры Байбачановой. До 6 миллионов тонн мусора ежегодно образуются в Казахстане. Причина ничтожных показателей кроется не только в инвестиционной непривлекательности этой сферы и низких тарифах на вывоз мусора, но и отсутствие в нашей стране культуры раздельного сбора отходов. Главная причина образования мусорного коллапса в Казахстане. Смешанного мусора, сами понимаете, здесь что-то полезное очень тяжело. Разделяется мусор вручную. И перемешанный мусор с необходимыми элементами уже тяжело вытащить. А если даже и вытащить, потом на него много процессов тратится. Его надо отмыть, очистить. Раздельный сбор мусора в Казахстане все же внедрили с января нового года. Но пилотный проект начали опробировать в 2018-м в столице. В Астане установили отдельные контейнеры, закупили спецмашины по вывозу мусора и открыли пункты приема вторичного сырья. Правда, к таким условиям жители казахстанской столицы пока привыкают медленно. Полгода как запущен проект, но, к сожалению, не все придерживаются культурному раздельному сбору мусора. Специально установлены желтые и зеленые контейнеры. На контейнерах у нас есть картинка указана, есть написано, как правильно разделять мусор. Людям лишь бы выбросить мусор. Вешают на сетке. Как бы это тоже нельзя делать. Стимулировать у казахстанцев культуру раздельного сбора мусора намерены в РОП. В компании по расширенным обязательствам производителей казахстанцам теперь платят за собранную макулатуру и пластик. В Астане уже открыли такие пункты приема. Напомню, систему РОП в Казахстане переняли у зарубежных стран и внедрили в 2016 году. Производитель, к примеру, шин и автомасел, привозив их в Казахстан, должен заплатить определенный сбор за их дальнейшую утилизацию. С 2017 года такие же требования РОП выставил и производителям товаров в упаковке. Стеклянный, картонный, металлический и пластмассовый. В 2019 году компания предлагает еще несколько новшеств. Оснастить мусоровозы GPS-системой, чтобы отследить, довозит ли водитель мусор до полигонов или скидывает отходы там, где придется. Планируют в компании создать и атлас отходов. Данные туда будут поступать со спутника. Это будет интерактивная карта, где будут нанесены объемы образования отходов, где можно будет отобразить исторически накопленные объемы отходов, не ограничиваясь ТБО, а включая все виды и промышленные, в том числе отходы. Суммарно это даст нам понимание, где, в каком регионе, какие объемы отходов образуются, какие виды этих отходов, какая морфология отходов в регионе, где эти отходы сейчас перерабатываются, либо размещаются. И, соответственно, имея такую информацию, такой базис, можно вырабатывать для каждого региона индивидуальный подход по переработке, по рециклингу, по сжиганию. В Минэнерго такую идею поддержали. Сейчас в ведомстве работают над совершенствованием законодательства. Все предложения по переработке ТБО находятся на рассмотрении. Продуктивные идеи войдут в новую редакцию экологического кодекса. Как предложение тоже озвучивали, кто раздельно собирает, тому тариф ниже. А кто выбрасывает вместе, тому тариф, например, допустим, в десятикратном размере больше. Это способствует, чтобы люди в целях экономии начали раздельно собирать мусор. Тем временем сенаторы предлагают внедрить государственную экологическую программу. Она, по мнению депутатов, поможет довести объемы переработки и утилизации мусора в стране до 99%. Сегодня же этот показатель едва достигает 10%. По госпрограмме в Казахстане будут строить современные мусороперерабатывающие заводы. Выпускать на них будут не только стекловату, упаковочную картонную пленку, но и производить электроэнергию и газ. Мы будем рекомендовать правительству все-таки вернуться к созданию общегосударственной экологической программы, которую можно будет опереть на новый экологический кодекс. Чем мы тратим деньги на строительство дорогих полигонов, лучше мы потратим один раз деньги на строительство современного мусороперерабатывающего завода. При этом захоронения будут гораздо меньше, и эти полигоны гораздо, так сказать, менее дорогими будут в случае захоронения. В Республиканской межведомственной комиссии уже одобрена концепция нового экологического кодекса. На рассмотрение в Можилис документ планируют подать к концу 2019 года. Лаура Байбачанова, Каната Бильдинг, итоги дня. В семее с этого года пассажиров будут переводить на автобусах отечественного производства. Для этих целей по программе государственно-частного партнерства создано специальное предприятие и достигнута договоренность о покупке 170 единиц транспорта. Стоимость проекта более 4 миллиардов 135 миллионов тенге. Часть денег выделена из областного бюджета. Проект реализуется в рамках принятой в прошлом году комплексной государственной программы инфраструктурного развития Нурлыжол. В прорубь за здоровьем жители Североказахстанской области все чаще вступают в клубы моржей. Чем полезно зимнее плавание и какие правила купания в холодное время года нарушать не стоит, узнали наши корреспонденты. Трескучий мороз, минус 30 на дворе, североказахстанцам не помеха. Самое время закаляться. Моржей на Ишиме все больше. Приходят сюда целыми семьями. Нырнул в леденую воду, выпил горячего чая и здоров целый год. Как вода? Супер, всем здоровья! Кинес Мукушев – морж с небольшим стажем. Спортом занимается давно, а нырять в прорубь начал лишь два года назад. Самое главное, говорит кинес, преодолеть боязнь холодной воды. Зимняя гидротерапия благотворно влияет на дыхание, кровообращение, сохраняет в тонусе мышцы и тренирует силу воли. На самом деле это очень здорово, очень полезно для организма. Если брать, например, меня за два года, практически ни разу не было, чтобы я болел. Но всем, конечно же, желаю здоровья. Самое главное – это придерживаться основных правил купания. Это делать небольшую разминочку, утепление, не простужать ноги, конечно же. Ну и всем желаю здоровья. Зимнее купание – это еще и верный способ сохранить молодость и красоту. Не случайно на зимнем пляже все больше девушек. Холодная вода способствует упругости кожи и даже блеску волос, но и хорошему настроению. Замечательно. Так же, как летом купаются. Можно упрыгать в воду. Воду люблю, поэтому и купаюсь. Не болеете зимой? Нет. Наоборот, можно с температурой прыгнуть в прорубь и будет отлично. Опытные моржи советуют. Находиться более пяти минут в холодной воде не стоит. После этого обязательно нужно вытереть тело насухо и выпить горячего чая. Ирина Камышова, Самат Каирденулы, Руслан Алиев. Итоги дня. Петропавловск. 12-классница Назарбаев интеллектуальной школы Кызларды Алтынай Абдежамиль стала автором научного открытия, которое может повлиять на снижение роста заболеваемости туберкулезом. Проведенные ею исследования фитонцидных свойств дикорастущих растений приоралья помогли составить список природных антибиотиков. В их числе гармола, лох остроплодный, тамарийский, тополь и ефрацкий. Ими Алтынай предлагает озеленять населенные пункты для профилактики различных инфекционных заболеваний. Настоящий профессионал и опытный наставник. Так говорят жители Женокурганского района в Кызлардинской области о своем хирурге Султанбеке Альхожаеве. За 45 лет трудового стажа врачу высшей категории удалось в буквальном смысле вернуть к полноценной жизни тысячи пациентов. Даже сейчас, в свои 75 лет, ветеран здравоохранения является примером преданности делу. С врачом, на счету которого не одна уникальная операция, встретились наши корреспонденты. Из маленькой сельской школы в престижный медицинский вуз. Так начинался трудовой путь Султанбека Альхожаева. Факультет общей хирургии, диплом с отличием и заманчивое предложение продолжить карьеру в стенах института. Но он принял другое. Вернулся в родное село, где не хватало специалистов его профиля, и начал лечить людей. Выезжали в совхозы, в отдаленные аулы, в степи. Оттуда привозили больных, оперировали, днем и ночью выхаживали. Трудности не боялись, просто работали, помогали тем, кто в нас нуждался. Это, думаю, и был патриотизм. Многие не выдерживали, уезжали в город. Там легче, работа по расписанию. А здесь иначе, чтобы спасти чужую жизнь, отказывались от собственной. Простого сельского врача до главного районного хирурга и лучшего судмедэксперта. Султамбеку Башарулы приходилось принимать множество сложных решений. Отвечать не только за исход самой операции, но и за анестезию и дальнейшую реабилитацию больного. За заслуги в укреплении здоровья нации сельский доктор награжден грудным знаком отличник здравоохранения. Хирург должен иметь горячую руку, но холодный мозг. Так нас учили. Смысл выражения понимаешь позже, в операционной, когда от твоих решений, знаний, навыков, самообладания зависит жизнь больного. Тогда главным становится только одно – спасти его. Наши дети живут в Алматы и Астане. Зовут к себе, уезжать не хочется. Здесь всё родное. Выйдешь на улицу, а к тебе люди подходят, спрашивают. Доктор, помните, вы меня оперировали? Или помните, вы спасали моего отца? Односельчане нас любят, уважают. Любовь к медицине Султамбек Альхожаев смог передать и своим детям. Сегодня вклад в развитие отечественного здравоохранения вносит и старший сын Аксакала. Несмотря на преклонный возраст, ветеран до сих пор в строю, помогает молодым врачам и учит их главному – сохранять те бесценные качества, которыми обладают люди в белых халатах. Райхан Тажбаев, Хайдар Турлханов. Итоги Дняк. Звардинская область. Центр адаптации и реабилитации для детей с ДЦП открылся в Меркианском районе Жамбулской области. Сейчас социальное учреждение посещает 25 детей. Областному бюджету центр обошелся в 52 миллиона тенге. В социальном учреждении работают 29 специалистов. Центр оснащен необходимым медицинским оборудованием и тренажерами для реабилитации. В обязательном перечне услуг – коррекционно-развивающие занятия, игровая терапия, лечебная физкультура и массаж. В новом году в новом формате. Программа «Танго Хабара» готова вновь удивлять зрителей. Примерный выпуск в обновленном формате телезрители Хабара смогут увидеть уже завтра. Авторы телепередачи обещают, скучать казахстанцам точно не придется. О подготовке к премьерному показу и о том, что нового готовит творческая команда, расскажет Тимур Казагулов. Не просто начать очередной день вместе с казахстанцами, а удивить, завладеть вниманием и поднять настроение. Эти законы для творческой команды программы «Танго Хабар» актуальны всегда. Теперь выходить программа будет из новой студии, изменится и время выхода. «Танго Хабар» будет идти 2,5 часа, 7 часов 30 минут до 10 часов утра. Проект готов, как и всегда, брать масштабами и зрелищностью, ведь по ту сторону экрана самая строгая и требовательная жюри – казахстанский зритель. Будут очень много новых рубрик, будут у нас обозреватели разных по разным сферам жизнедеятельности. Это и спорт, культура, и кино, и музыка, и наука. Будут очень интересные сюжеты, которые будут подготовлены нашими корреспондентами. Также хотелось бы отметить, что будут у нас и прямые включения из разных регионов нашей страны, где будем подключать наших собственных корреспондентов. Также будут и фрилансеры, и собственные корреспонденты, которые находятся в зарубежных странах. Начинать утро вместе с казахстанцами теперь будет и Айден Жасыбай. Начинать каждый новый день вместе с казахстанцами – это, безусловно, большая честь и ответственность. Мне, как ведущему, нужно, как говорится, постоянно держать руку на пульсе. Моя работа не просто сидеть и говорить, это прямой эфир. И заинтересовать зрителя, поднять людям настроение, рассказать что-то новое и удивить не так легко. Но мы работаем, стараемся и обещаем, будет увлекательно. Телезрители Хабара смогут оценить старания большой команды уже завтра. С 7 часов 30 минут они смогут передать привет в социальных сетях и мессенджерах и попытать счастье в интерактивных викторинах и конкурсах. Тимур Казагулов, Балатбек Табалдиев. Итоги дня. И на сегодня это все. Оставайтесь на телеканале Хабар. Все наши новости доступны на сайте хабар.кз. Всего вам доброго. Удачной недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин